Всем привет! Сегодня буду я отчитываться за носкость маникюра с базой. Это база с Алиэкспресс. Объем у нее 12 мл. База очень густая для выравнивания, для новичков. Она отлично подойдет. Ничего плохого я о ней сказать не могу. Так как цена и качество, даже очень хорошее соотношение. Стоила она не больше 200 рублей, но в то же время у нее очень хорошая густота. Я не нашла информации, каучуковая она или нет. Даже на сайте такой информации нет. Возможно, что я просто этой информации не увидела. В целом база мне очень понравилась. По запаху я бы не сказала, что это каучук, так как она больше пахнет каким-то клеем. Запах не ядреный, в нос не бросается, ничего плохого о ней не могу сказать. И смотрите, относилась на моих перепиленных ноготках. Она просто идеальна. Есть небольшие такие, знаете, сколы. На большом пальчике у меня истерся весь торец, топ и цвет. Но если вам видно, база блестит, то есть она осталась, с ней ничего не произошло. Что очень странно. Вот эти сколы у меня появились после того, как у меня рука сорвалась с ручки двери, а дверь была на пружине. Я вообще думала, что я останусь без ногтей. Болевые ощущения были такие, как будто бы у меня их вырвало. Но, как видите, появились только сколы. Ничего там страшного не произошло. Но мы сейчас еще проверим на спиливании, есть ли отслойки и сколько их. Также использовала для дизайна вот такие вот ромбики. И я единственного не поняла. С некоторыми ромбиками ничего не произошло. А некоторые просто съелятся. Особенно в середине. Я подозреваю, что я просто не просушила материал. Так как остальные вокруг, они просто идеальные. Есть вот несколько, которых я съел. Гейлак. Но я не знаю, с чем это связано. Напишите мне обязательно в комментариях, было ли у кого-то такое. Маникюру, кстати, 18 дней. Это рекорд. Столько обычной я не хожу. Хотела еще походить с этим покрытием. Но больше терпеть не могу. Так как уже осень давно прошла. А цвет и дизайн у меня все-таки под осень. Уже давно зима, снег идет. А я все без зимнего дизайна хожу. Итак, давайте приступим к спиливанию. И посмотрим на отслойки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и так девочки вот так вот выглядит ноготки после спиливания материала очень даже неплохо база очень жесткая и плотная за счет этого конечно же она дает ноготкам крепость сейчас буду ее снимать дальше жидкостью потому что мне интересно вообще на растворимые или нет и так как девочки меня просили комментариях и в группе вконтакте сделать френч показать как я делаю левой рукой на правый френч сначала я подпилю длину сделаю форму и только после этого буду снимать жидкостью я надеюсь что у меня от жидкости снова аллергии не будет точнее от одного раза надеюсь ничего не произойдет поэтому приступаю к пилу формы и дальше я вам покажу как будет сниматься этот материал и так подержала я буквально пять минуточек вот эти вот прищепки с жидкостью у меня жидкость северина я другую никакую не пользовала из-за того что у меня когда началась сыпь от этой жидкости давным-давно я начала спиливать аппаратом все но посмотрим как сейчас моя кожа отреагирует на нее в прошествии времени возможно не будет аллергии но все равно я уже ее опасаюсь поэтому снимаю только спиливанием но вот смотрите база размягчается но прям вот таким плотным слоем она конечно не отходит она большей степени крошится я забыла как снимать вообще жидкость видно что она отходит плохо то есть если вы ее наносите вы учитывайте на то что снимать ее и будете долго если считать что я спилила полностью топ и цвет и все равно она как следует не отходит но она размягчается так что буду еще держать подержала я еще некоторое время жидкость на пальчиках и смотрите с торца видно что она в принципе отходит уже можно снять это даже можно сделать просто ногтем руки конечно у меня от нее щипет но ничего страшного прям до нуля эта база скорее всего не снимется это надо постараться но буду еще отмачивать и покажу вам результат эта база она как будто бы силиконовый снимается вот такими вот пластами размокшие части она прям мягкая напоминает силикон и так девочки подготовила ногтевую пластину сделала аппаратный маникюр себе первый раз другими фрезами и смотрите вот нашла у себя такую фрезу хоть она и страшно выглядит носики птериги просто замечательно убирать поэтому буду пользоваться ей далее в распаковках у меня был вот такой вот набор вот этой частью набора я делала соседки аппаратный маникюр фотографии обязательно ставлю и использовала я для нее специально зеленую насечку так как кожа очень огрубевшие и это фреза замечательно совсем справилась себе я делала вот этой частью набора очень мне понравилось но я перестаралась шариком я себе кожу пропилила так как хотела сделать чуть лучше но получилось как всегда это было мое первое применение на себе буду еще тестировать но вот этот набор из четырех фрез для меня он показался идеальным очень подходит и конечно же эти фрезы буду заказывать еще безумно понравились и вам их советую если вы хотите делать аппаратный маникюр и в следующем видео когда буду переделывать левую руку обязательно покажу как я ими пользовалась так как левой рукой очень тяжело регулировать силу нажатия то конечно же из-за этого большей степени получились пропилы но вместе с вами посмотрим что будет на левой также хочу рассказать какими материалами я буду пользоваться сегодня наносить я буду кучуковую базу мис сначала тонким слоем потом ее мешать цветом цветом цвет я выбрала номер 12 нежный нежный розовый оттенок у меня конечно ездит дикоко номер восемьсот двадцать первый он более яркого розового цвета поэтому для моего френча он скорее всего не подойдет вот этот цвет он подойдет больше для белого френч именно из-за этого буду смешивать гель-лак с базой и если бы я делала белый френч то конечно же я использовала этот цвет для френч я выбрала номер 222 очень красивый яркий синий цвет так сначала буду наносить базу мини с тонким слоем без выравнивания мне нельзя потому что у меня перепилены ноготки в некоторых местах они еще не сросли так как я вам показывал уже как я делаю выравнивание на правой руке не буду этого делать то что на камеру действительно очень неудобно надеюсь вы меня поймете сделала я выравнивание ногтевой пластины не знаю насколько уж получилось левой рукой и теперь мешаю базу от me is цветом номер 12 нам главное получить такую знаете полупрозрачную консистенцию но вот если это гель-лак очень сильно пигментированный возможно у нас будет все равно плотной консистенции тогда придется добавлять жидкой какой-нибудь базы в идеале все это мешать надо конечно же заранее буду наносить своей голубой кисточкой как обычно она у меня остается у любимых такой вот молочный оттенок получается у нас лучше наносить тонкими слоями но самое главное чтобы она у вас перекрыла отросшую часть ногтя можно не в один слой это делать of 2 также если вам цвет этот не нравится можете смешать другой цвет гель-лака чтобы не было сильного перехода возле кутикулу в этой части наш замес вы можете сводить на нет а самое главное что я забыла что на безымянном пальчике мне вообще не нужна никакая подложка под френч потому что на этот ноготок я буду наносить полностью цвет номер 222 лишний слой сделала но думаю ничего страшного или найти как можно было еще сделать сначала наносит тонким слоем базу сушите потом смешанную базу с этим цветом уже и делайте выравнивание долго я мучилась и решил что все таки это подложка самое идеальное по цвету я нанесла на мизинчик мне она в принципе очень нравится поэтому буду наносить на остальные ноготочки по цвету ничего не могу плохого сказать единственное она у меня очень долго стояла и и и надо хорошенечко размешать перед использованием она в пузырьке окажется очень яркая но при нанесении очень даже красивый цвет именно для френча мне кажется он идеальный и так девочки я уже измучилась выбором основы под френч так я не нашла пыталась тут два слоя сделать вот такой вот смешанные базы уже накрасила гель лаком дэнчел 45 номером как видите под френч мне кажется он просто не подойдет не знаю что сейчас придумаю но покажу хотя бы как рисовать френч вот что значит не люблю я френч поэтому мне не дается для меня этот способ единственный которым я смогла вообще рисовать френч кисточку мы промакиваем так как будто бы мы собрались рисовать чтобы не было никаких сгустков усики мы намечаем около боковых валиков прям никак не приспособлюсь я чтобы вам было видно и мне удобно из боков сначала прорисовываете усики с каждой стороны насколько вы хотите вот я допустим делаю усики чуть ниже чем начинается с ногтевое ложе и с другой стороны примерно сравниваю точно так же примерно таким образом чтобы усики были у вас одинаковые после этого мы намечаем глубину френч какая вам нужна сильно глубокие делать не буду потому что у меня ноготочки довольно таки толстые упитанные поэтому буду таким способом их удлинять то есть центральная улыбка сколько она у вас есть вы вот ее отметили и у вас должна быть это максимальная быть высота дальше потихоньку сглаживаете углы от этих усиков сводите на нет зону улыбки и с другой стороны точно так же теперь с лицевой страны смотрим и завершаем чтобы тут тоже было ровненько после этого мы сглаживаем углы которые остались и вашим ориентиром должен быть не свободный край насколько ровно к нему а по отношению к самому ноготку вот эта часть у вас овальная вы смотрите на неё и тогда у вас будет получаться волей ровно допустим на моем ноготочке я вот вижу что такой короткий френч практически не видно поэтому я его еще уменьшаю точнее увеличиваю он так намного органичнее будет смотреться вот таким образом я рисую френч уже гейлак слишком жидкий для этого поэтому он у меня уже затек за кутикулу потратила я на него уже тут полночи на этот френч в виде подбора материала под него мне он уже надоел поэтому не буду себе его оставлять но если найду идеальную основу под френч еще раз попробую свой многослойный вот этот пирог буду перекрывать вот этим гейлаком номер 44 потому что если делать какой-то дизайн или что-то в этом роде то боюсь мои ноготки будут как плюшки и как раз мы с вами проверим пигментацию специально вам показываю не ускоряя видео насколько быстро он меняет цвет такой вот первый слой прошлась я также тонкой кисточкой возле кутикулы и боковых валиков и приступаю к нанесению второго слоя гейлак по текстуре очень приятно его легко наносить он не густой не жидкий консистенции у него средняя также он молниеносный менять температуру я вот наношу я даже не вижу куда я уже нанесла вас на экране цвет скорее всего такой же как и есть в жизни и как видите во второй слой все перекрыла буду наносить более тщательно а то получилось не очень ровно и так девочки в два слоя принципе не прям конечно идеально перекрыл этот гейлак ногтевую пластину но в большей степени я не вижу никаких проплешин номер или 029 замечательнейшие снежиночки и шарики и все что угодно можно ли использовать просто на любой цвет без разницы на какой будет всегда красиво смотреться и возьму такую снежиночку или варежку давайте я варежку возьму все-таки больно она классная смотрите как классно смотрится и так следующее буду наносить ботинок главное попасть там где кутикула должна быть чтоб ботинок еще вместился да я вот вижу где он прижимает штампа где нет вот возле кутикулы если вам видно он не прижимается то есть прям хочется его как-нибудь догнать но не прям вау штампик но пластиночка просто супер решила я еще сделать снежиночку на указательный пальчик уж больно она красивая нежная не знаю будет ли сочетаться с варежками и шапкой но так хочется хочется вообще все попробовать сами знаете каково это лишнее сразу можно убрать потому что измажет все остальное вот видите легко кстати вот этой штучкой очень легко все убирается за счет того что она глянцева будет неровно чуть-чуть ничего страшного вот видите о чем я вам говорила то что он будет вылетать и сразу же треснул то есть девочки штампик этот не берите конечно возможно он где-то хорош хватит его ненадолго снимая защитную пленку она очень крутая но сейчас я наносила очень тонким слоем и посмотрим снимется ли она единой лентой или будет рваться нет она снимается единой ленты без каких-то проблем лентой конечно же я буду пользоваться она мне очень сильно понравилась в отличие от штампика я вам его советую в любом случае не буду не берите возьмите лучше born pretty обычный как у меня был я ссылочку оставлю под видео если кому-то надо будет но вот это точно не советую и так девочки вот такой вот у меня маникюр получился теперь мне он очень нравится за счет того что все материалы мне не подвели кроме штампа вот этого я конечно вообще в шоке то что у меня после применения на ноготках так разорвался я конечно же не аккуратно с ними обращаюсь то есть я очень сильно прижимаю стемпинг с этими штампами но в то же время за счет того что он не круглый очень сложно набрать рисунок в середину если прошлым штампиком своим любимым я примерно знала где у меня серединка я могла любой стороной взять и у меня все отлично отпечатывалось то есть там стемпинг просто не будет отпечатываться так что такой штампик я вам точно не советую и как видите в первые впечатления очень обманчиво в отличие от штампика мне очень сильно понравилась вот эта лента она суперская запах я особо не почувствовал ее во время применения обязательно буду пользоваться теперь постоянно оставлю прям себе на столе на видном месте пластиночка она мне самого начала понравилась и ни капельки не подвела замечательная гравировка замечательно печатает хоть у меня маникюр получился и очень многослойный за счет того что я хотела сделать френч но мне все равно он очень нравится также top born pretty очень классный он очень крутой вместе с базами и так как они очень замечательные я их отправлю я не тоже пускай протестирует и как раз таки нам скажет свое мнение по поводу них спасибо вам за просмотр спасибо за внимание спасибо что познаете ногтевую продукцию с алиэкспресс вместе со мной красивых вам и здоровых ноготочков пока пока